Председатель Центра анализа и стратегии, политолог Игорь Челенко с нами уже в прямом эфире телеканала Freedom. Добрый вечер. Вечер добрый. Доброй ночи, приветствую вас. Здравствуйте еще раз. Игорь, вот читаем такие новости из Российской Федерации. Президентские выборы не вызывают у российских политиков и чиновников того энтузиазма, который поэзии должны пробуждать. Это о тех, кто на войну не пошел из-за казнократства. Кто остался, да, собственно, в своих креслах. Накануне голосования представители элиты рассказали изданию Верстке, что находятся в нейтрально злом настроении, а выборы считают рабочим моментом, который нужно переждать. В частности, жалуются, ну кроме яиц, жалуются еще и на то, что отдых подорожал, а в Подмосковье не те курорты, к которым они привыкли. Как вы считаете, возможен ли такой вариант развития событий, что в марте, после этих так называемых выборов, в Кремле очень сильно удивятся результатам? Целиком возможно. Конечно, мы понимаем, что, скорее всего, победит Владимир Владимирович в якобы выборах. Но, тем не менее, присутствие определенной депрессии среди чиновников разного порядка, конечно же, демонстрирует, что армия Путина, я не говорю сейчас конкретно о российской армии военной, а о чиновниках, о бюрократах, она уже и близко не такая сильная, как была, например, лет 10 назад и так далее. Все погрязли в разных скандалах и понимают сейчас, что чем дальше, тем больше ограничений они получают ввиду экономических санкций. Возможности финансовые у них уменьшаются, что, опять-таки, вынуждает их идти на более серьезную коррупцию. И, конечно же, нет окончательного понимания, куда движется сегодня Российская Федерация. Таким образом, целиком ясно, что Путин не может рассчитывать сегодня на всю эту вертикаль, которую он строил действительно десятилетиями. И выходит ситуация, что даже если избиратели и проголосуют якобы за Путина, мы понимаем, что выборов как таковых не будет. Но результат их может быть гораздо меньше, нежели желают видеть в Кремле. А мы понимаем, что сейчас Путину нужна внутренняя легитимизация для дальнейшего правления. И очень такой серьезный результат на табло, который никоим образом не посеет сомнения в единое личие, в единоначалии сегодня первого лица в Кремле. А вот как раз, соответственно, такая позиция всей вертикали, и не только среди чиновников, а и среди партийных представителей, даже в единой России. Понимаем, что часто это те же самые люди, но все равно. И это как раз показывает большую проблему для Путина. Даже если за него проголосуют, не означает, что он сможет опираться на этих россиян. То есть для диктаторов тоже важна опора на народную поддержку. Путин боится того, чтобы не пошел слушок по губернаторам и ниже, по всей этой вертикали, что нарисовали деду 89, но на самом деле мы-то знаем, что было 23. Это опасная ситуация для него? Да, конечно же. Мы же понимаем на самом деле. Вот если брать, например, автократические государства, где на самом деле автократы мы рисуем 90 плюс процентов голосов на выборах. И сейчас мы, как видели по социологии, ну ситуация в районе 60 процентов у Путина и там плюс-минус. И серьезный действительно вызов сейчас накинуть дополнительно еще 30 процентов голосов. Понятно, их нарисовать можно любыми способами, но опять-таки это должна быть коллективная работа сегодня и, соответственно, координация вот этих чиновников. Конечно, многие сейчас боятся, что если не будет Путина, то будет еще хуже. Но, с другой стороны, многие и жаждут определенных перемен и смотрят. Одни смотрят, например, на возможность смены главы правительства Мишустина, поскольку после новых выборов и нового срока Путина будет пересмотрен премьер-министр. И нет сегодня точно факта, что Мишустина останется. Но, с другой стороны, многие просто не видят сейчас никаких перспектив в той построенной матрице управленческой, которую предлагает Путин. И да, вот эта апатия определенная, она фактически сковывает российскую государственную машину, как бы на нее не пытался опираться сегодня диктатор Путин. Поэтому он сейчас пытается усилить как раз возможности ФСБ для того, чтобы напугать непосредственно бюрократов действовать так, как он хочет. Поэтому он опирается сегодня и на армию, опирается на спецслужбы. Но все равно, хочет он или нет, но вот эта бюрократическая вертикаль ему сегодня ой как нужна. И вот в свете этих событий возникает вопрос. Кандидат Надеждин, на которого с надеждой вот такая тавтология получается, либо же задумка самого же Кремля, смотрит в Российской Федерации. Как вы считаете, этого кандидата таким допустят к выборам? Ну, сейчас он вроде в таком статусе кандидата в кандидаты, поскольку как раз вопрос верификации тех 100 тысяч плюс подписей, которые он собрал. Ну, как по мне, все-таки это является тоже технологией со стороны Кремля, поскольку им нужен был кандидат, который сможет вобрать в себе все протестные настроения. Мы видим, действительно, люди сами стояли на морозе для того, чтобы подать подписи свои за этого кандидата. Плюс за границей очень много сегодня блогеров, которые выехали и живут за границей России. Они призывали и призывают сейчас поддержать Надеждина. Но, опять-таки, это может быть технология для того, чтобы канализировать весь протест, который существует. Ведь, очевидно, ранее делалась, например, ставка на возможность участия Гиркина в выборах. Но все переигралось, и, как мы видим, сейчас ему дали 4 года. И это, кстати, вот этот момент тоже сейчас очень сильно пугает бюрократический аппарат. Почему? Поскольку Гиркин-то имеет историю, он же бывший ФСБшник, все понимают, какую роль он играл в политике Кремля. И все равно его садят за решетку и выкидывают как ненужную вещь. И поэтому сейчас очень боятся. А вот Надеждин, он, конечно же, может сегодня, с одной стороны, быть использован Кремлем для того, чтобы канализировать все вот это протестное настроение. Но, с другой стороны, очевидно, что в самом Кремле сегодня есть силы, которые уже смотрят за путинский период, за путинскую эпоху. И могут действительно сейчас попробовать через Надеждина прощупывать почву, насколько российское общество готово к этим переменам. И именно вот этой кампании Надеждина будут испытывать, как принимает население, избиратели, не только разные слои общества, идеи, которые провозглашает Надеждин. Я думаю, что если сейчас вот этот процент оппозиционности будет некритическим для Кремля, конечно же, ЦИК его допустит. Для того, чтобы опять-таки собрать вот этих всех недовольных. Но если будет все-таки критический уровень, уже есть пример, например, Тихановской в Беларуси, то Путин попытается все-таки убрать возможные чрезмерные риски. Поэтому, я думаю, сейчас этот вопрос решается, он лежит фактически на весах. А могут кукловоды Надеждина завести его дальше, довести его, например, до второго? То есть, возможно ли, что вариант того, что Надеждин может заменить Путина для того, чтобы окружение Путина спасло себе жизнь и состояние, и село за стол переговоров торгов, скорее всего, с Западом? Возможно ли такой вариант, что они Надеждина могут ввести осознанно в президенты? Тут, кстати, хочу напомнить, что Надеждин этот в одном из своих интервью четко дал понять, что никакой ГАГи он гражданина Российской Федерации ВВ Путина не выдаст. На пенсию отправит. Как бы гарантия, знаете? Ну, учитывая то, что, ну, по крайней мере, как я там слышал с разных источников, господина Надеждина в том числе поддерживает Кириенко с администрацией Пусть Путина, то, да, вполне очевидно, что это очень серьезное намерение касательно этого кандидата. И да, его могут ввести, обещая Путину в его теплой ванне, что ничего такого не будет. Ну, а представьте себе ситуацию, что 17 марта мы получаем картину, когда Путин не побеждает в первом туре выборов. Это же будет просто шок. И это будет действительно, вот это будет четкий сигнал заката путинской эпохи и возможности перемен в Российской Федерации. Поэтому, конечно же, я подобных моментов не исключаю, но мы должны понимать, что для подобных сценариев сегодня я не вижу единства. То есть противоборствие внутри самой российской верхушки, оно продолжается. Вот эта борьба между башнями, между ФСБшниками, между военными, да, действительно, она продолжается. Но, тем не менее, да, есть люди, которые уже хотят скорейшего отхода Путина от дел. Ему могут гарантировать безопасность, но чтобы Россия могла перевернуть эту страницу. И Надеждина могут использовать в этом ключе также. Ну, пока вы правы, наблюдаем старую уже, как мир для России, картину. Ненавидящих царя много, смелости объединиться против него ноль. Спасибо вам огромное. Напомним, что это был Игорь Челенко, политолог, председатель Центра анализа и стратегии. Спасибо за участие в эфире.